И только самый быстрый подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, тот умничка. Всем привет, друзья. С вами, как всегда, AllPlay, и мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Будет 8 мобильных игр, несколько из них будут новые. Начинаем с Force Master. Игра Force Master у нас немножечко напоминает игрушку Iceman 3D. Но только это чуть-чуточку будет, наверное, поинтереснее в том плане, что у нас тут нету никакой незаморозки, у нас тут нету никакого огненного удара. У нас есть только напросто магия. И этой магии мы с вами должны будем наносить повреждения нашим врагам. Мы с вами можем вот так вот передвигаться, можем ходить и можем их уничтожать. Самое основное, что нужно сделать, это просто хотя бы разочек по ним попасть вот этим вот руками. Когда мы с вами попадаем руками, то им трындец. Еще и ультанули, мы только что видели. Только что ультанули и всех наших противников уничтожили. Продвигаемся дальше. Новая площадка. Сейчас мы с вами тоже их всех постараемся завалить. Так, отходим назад. Ничего себе, они тут, ребята, очень довольно-таки сильные, если честно. Но мы с вами их тоже уничтожили тоже всех. И эта площадочка защищена. У нас с вами обратно ульта активна. И все, ребята, этот уровень пройден. Представляете, мы с вами буквально за несколько секунд прошли очередной левел. Давайте мы посмотрим, когда у нас будет босс. А, вот сейчас прямо у нас и будет босс. Получается, что еще где-то одна, либо две миссии, и будет у нас сражение с боссом. Ну, не миссии, а локации. Скорее всего, что в конце этих локаций, которые сейчас мы с вами проходим, у нас будет сражение с боссом. Давайте сейчас мы с вами всех ультанули. Хорошо. Дальше еще проходим. И где же босс? Наверное, где-то здесь уже он будет или нет? Сейчас мы с вами этих тоже чуваков всех завалим. Отлично. Завалили. Продвигаемся еще дальше. И... А, нет, друзья. Все-таки это был простой уровень. А вот уже следующий уровень это будет, наверное, босс. Да, вот глядите, друзья, какой он здоровенный и сильный. Нам нужно как-то его постараться уничтожить. Мы с вами можем вот так вот различными в него сундуками, различными машинами бросать. И мы с вами, по-моему, его уничтожили. Написали превосходно без повреждений. То есть, этот босс ни разу не нанес мне повреждения. Представляете, как было круто? Вообще отлично. Сейчас мы с вами попробуем тут повзрывать только все, что можно будет. Здесь вот у нас уже прошел какой-то космический кораблик. Ультанули мы с вами. Да, все, что можно было, ультанули. Вот эти вот всех космонавтов тоже поразбрасывали. Чем больше мы с вами этих космонавтов побросаем, тем больше денег, наверное, заработаем. Ух, ничего себе. Глядите, какие тут у нас серьезные чуваки. Но мы их с вами тоже завалили. Все, продвигаемся еще дальше. Походу, этот космический кораблик мы сегодня с вами зачистим. Люк нам нужно будет открыть. Открываем люк. И вот, пожалуйста, очередные эти вот космонавты. О, нет, ребят, неужели он не меня сейчас завалит? Капец, просто трындец. Ультануть нам нужно. Отличненько. Мы с вами ультанули по максимуму. И сейчас добиваем еще последних. Ребят, было очень сложно, но у нас все получилось. Всех, всех добили. И продвигаемся еще дальше. Правда, один разочек или два раза у меня попали все-таки. Но, тем не менее, уровень и эта игрушка тоже пройдена. Следующая игра у нас называется Survival Games или же Голодные игры. Здесь были ребята в центре. Очень много, 24 человека. И все сейчас они будут лутать те сундуки, которые находятся в центре. Парочка из них, конечно же, выживет. Ну и некоторые из них погибнут. Мы же с вами выбрали другую тактику. Сейчас я просто буду ходить по лесу. Искать те сундуки, которые будем находить. И потом с помощью этих сундуков мы с вами будем собирать ресурсы. Оружие. И будем уничтожать наших соседей. Пока никто меня не трогает. Я пока тоже никого еще не трогаю. Но нужно будет нам хотя бы какое-нибудь оружие где-то раздобыть. Потому что, если сейчас на мне кто-нибудь нападет без оружия, я буду просто очень и очень легкой мишенью. Поэтому сейчас по лесу мы еще чуть-чуточку с вами походим. Давайте посмотрим. Может еще где-нибудь хотя бы какой-нибудь сундучок донайдем. Надеюсь, у нас все получится. Ну вот, можно повыше будет забраться. Вон там вот наверху я что-то вижу. Или мне показалось. А не, ребята, это не сундук. Мне показалось, что это был сундук. Но на самом-то деле это был не сундучок. Ладно, сейчас еще чуть-чуточку здесь походим. Поищем. Может, да найдем какой-то новый сундучок. И там будет у нас хотя бы какое-нибудь оружие. Если не найдем, нужно будет ближе к центру подходить. Так, смотрим. Карта у нас тут, к сожалению, закончилась. Нету ничего. Нет, никакого оружия тут, к сожалению, больше нету. Ладно, давайте мы тогда переоденемся в то, что у нас есть. Оденем мы с вами головной убор. Всю броньку самую лучшенькую, которая только есть. И будем двигаться, наверное, все-таки уже ближе к центру, да? Либо ближе к центру, либо ближе к каким-нибудь постройкам. Для того, чтобы найти еще какие-нибудь сундучки. О, хорошо. Вот еще один сундучок мы с вами нашли. И это у нас что такое? Здесь у нас, ребята, может быть даже оружие какое-нибудь. О, отлично, ребят. Смотрите, что мы тут с вами обнаружили. Тут у нас есть уже топорик. Это хорошо. Значит, мы с вами этим топориком сможем наносить повреждения уже нашим врагам. Так, топорик мы с вами, конечно же, возьмем. В правую руку железный и золотой. Еда у нас теперь тоже есть. И можно теперь обратно же ближе к центру двигаться. Если будем встречать кого-нибудь на нашем пути, конечно же, будем их уничтожать. Вот я еще, правда, один сундучок нашел. Как бы нам с вами тут прорубить. Можно вот эти вот блоки прорубить? А, тут оказывается не так-то просто еще эти блоки прорубить, чтобы пройти дальше. Так, вот где-то здесь я видел сундук. А, вот он, вот он где этот сундук. Собираем мы его. И тут у нас, о, отлично. Тут у нас, ребята, много чего есть такого, чего бы, конечно же, мы с вами не нашли в центре. Это у нас и огнево, и ведро с водой. Сейчас мы с вами тогда можем взять, к примеру, огнево и поджигать всех врагов, которые тут к нам будут подходить. Ну, а вообще, в целом, можно, конечно же, взять наш топорик и топориком наносить повреждения недругам. Итак, погнали уже ближе к центру. Посмотрим. Будем сражаться и будем стараться уничтожать наших соседей, которых тут осталось сколько? 13 человек выживших. Вот тут с левой стороны написали, что осталось 13 человек. Мы с вами хотя бы кого-нибудь уничтожим? Или же не уничтожим? Ой, еще один сундук. Тут у нас что-нибудь есть. А, это тот сундук, который я уже, наверное, собирал. Мы его с вами трогать пока не будем, потому что тут нет ничего. А вот как раз-таки еще у кого-то чувака какого-то есть огнево. Видите, он поджигает вокруг себя полностью все. Но мы с вами сейчас еще одного уничтожим. Того, у которого тоже золотой топорик есть. Видите, я сейчас пару раз по нему ударил, и он отбегает. Но это нам, короче, не помеха. Мы с вами его догоняем, догоняем и уничтожаем. Одного я, короче, уничтожил, но тут чел, у которого, ребята, золотой меч, блин. И он меня все-таки добил. Представляете? Этот вот чувак, у которого был золотой меч, к сожалению, он меня добил. Следующая игра называется Roof Rails. И тут мы добрались до шестого уровня. Двигаемся дальше. Нам нужно собирать вот эти вот палочки. Таким образом их собирать, чтобы можно было как можно больше кристалликов поднабрать. Поднабрать и как можно дальше продвинуться вперед. Чем больше у нас будет вот эта вот палочка, тем дальше мы с вами сможем пробраться. Также есть тут у нас различные пилы и тому подобные приспособления, которые стараются нашу эту палочку сделать как можно меньше. Но мы с вами должны ее сохранить. И, как я сказал, как можно больше пройти уровней и как можно дальше. Итак, смотрим. Первое препятствие прошли, второе препятствие прошли, третье препятствие прошли. Ребят, мы сейчас с вами нет, к сожалению, на предпоследнем препятствии мы с вами остановились. Все наши кристаллики умножаются на 10 Итого у нас получается 160 кристалликов За этот уровень нам заплатили Тут мы с вами, насколько я помню, можем открывать новые скинчики Эти новые скины минимум стоят 5000 кристалликов У нас с вами есть 1888 Нам нужно 5000 для того, чтобы открылся новый скинчик После чего можно будет, конечно же, эти скинчики выбирать себе и играть за них дальше Так, проходим дальше Собираем все вот эти вот, ребята, палочки И, конечно же, все кристаллики Хорошо, двигаемся О, друзья, тут будет сложно Блин, мы с вами пролетели, видите? Не получилось нам эту миссию пройти Потому что прямо на самом старте много потеряли вот этих вот палочек Нам нужно все-все-все палочки поднабрать Как можно больше Сейчас мы их подберем Кристаллики можно не подбирать, главное палочки подобрать И теперь двигаемся дальше Вот, теперь мы с вами этот уровень должны будем пройти Все хорошо проходим Тут опять новые испытания Проходим его тоже Опять кристаллики поднабрали Подрезали немножечко нашу эту вот палочку Но мы с вами все равно идем дальше О, нет, ребята, не знаю, или сумеем мы с вами тут далеко пройти Потому что наш вот этот вот джезл довольно-таки уже коротенький Но мы пока держимся Ух, неплохо! Прямо на волосок, ребята, от смерти мы с вами находились и добрались Ну, практически до умножить на 20 Он умножается у нас тут все на 15 495 кристалликов тоже за этот уровень заработали Был довольно-таки сложный уровень Я, если честно, даже не думал, что мы так с вами хорошо его сумеем пройти Но немножечко поднатужились И довольно-таки успешно его прошли Так, нужно нам еще сейчас пару палочек, наверное, подобрать Для того, чтобы Вот этот вот джезл у нас был побольше Так, хорошо, подбираем Забираем еще мы с вами вот эти вот кристаллики Которые тоже пригодятся О, еще и сундучок какой-то у нас есть Мы с вами только что подобрали какой-то сундучок Наверное, в конце этого уровня Нам что-то там подбросит за него Мы с вами посмотрим, что это вообще такое будет Подбираем еще этот джезл И вот у нас уже финал Финальная схватка Тут все будет зависеть от того, как мы с вами сумеем далеко пробраться У нас есть, по-моему, 29 кристалликов И если мы с вами сумеем добраться до самого-до самого финиша Блин, практически обратно добрались На умножить на 20, но опять же умножить на 15 29 кристалликов умножается на 15 У нас 435 И есть у нас возможность открыть сундук А нет у нас такой возможности Чтобы открыть сундук, нужно, конечно же, смотреть рекламу Мы с вами рекламу смотреть не будем Давайте, наверное, еще тоже один уровень пройдем этой игрушки И приступим к следующей Если понравилась игрушка, можете голосовать за нее в комментариях Вообще, голосуйте в комментариях за те игры, которые вам нравятся больше всего Потому что те игры, которые будут набирать больше всего голосов Те игры я чаще всего и буду играть Сейчас мы с вами еще побольше постараемся Этот джезл наш что-то делать Ух, ничего себе, какой он здоровенный Ребят, нам нужно тут быстренько было обойти Потому что тут пила была на нашем пути Но мы с вами вроде ее немножечко обошли Блин, тут будет сложно Но мы пока вроде справляемся Последнее препятствие Да, до финиша мы добрались И теперь у нас 43 кристаллика Смотрим, насколько эти 43 кристаллика у нас будут увеличены Насколько они будут умножены Предпоследнюю мы с вами дорожку проходим Неужели последнюю пройдем? Ребятки, первый раз в этой игрушке Мы с вами умножаем все наши кристаллики Аж на 20 И зарабатываем 860 штук Это, в принципе, рекорд Следующая игра называется Локи Крафт 3 Где это я нахожусь? И что здесь у нас есть? Я так понимаю, что у нас сейчас ночь наступит? Или что? У нас уже есть парочку факелов, которые я сделал А древес... Есть какая-то земля или что-то такое? Да, вот у нас тут есть пару блоков земли И пару блоков булыжника Давайте мы с вами, наверное, попробуем еще земли накопать немножко И нам, наверное, нужно... А хотя, знаете, что мы с вами можем делать? Мы с вами же можем вот так вот кроватку уже, в принципе, себе скрафтить Поэтому берем вот так вот верстак сюда Ставим с помощью верстака Мы добываем еще древесинки и крафтим себе кроватку Все! У нас есть кровать Нам ничего не нужно придумывать Ставим вот сюда вот кроватку и ложимся спать Ха-ха-ха! Круто, ребят! Я аж подумал, что здесь нам будет не очень хорошо выживать Но у нас есть, оказывается, кроватка Собираем сейчас мы с вами кроватку Собираем мы с вами этот вот верстачок Который уже сделали И собираем этот вот факел тоже Все эти припасы собираем с собой и продвигаемся вперед Нам нужно будет найти деревню с местными жителями И в той деревне с местными жителями Уже начинать наше выживание По дороге, когда мы с вами будем искать Эту деревню с местными жителями Нам нужно будет с вами затариваться ресурсами Желательно различными ресурсами затариваться Ну и конечно же самое основное Это нужно будет набрать побольше еды После чего можно будет Нам искать эту же деревню И когда найдем деревню Будем в ней себе жить, поживать. Нужно будет защищать местных жителей той деревни. Нужно будет ее как-то немножечко укрепить. Возможно, нужно будет поставить нам стену, ловушек понаделать, домик свой собственный в той деревне тоже поставить. Но это все будет чуть-чуточку попозже. Пока что мне нужно хотя бы эту деревню найти. Ну и постепенно тоже собирать, как я сказал, уже ресурсы, еду собирать, блоки какие-то, какие только сможем найти, тоже нужно будет подсобрать. У нас, кстати, уже немножко голод даже появился. Нужно будет сейчас где-то на какой-то полянке поставить печку, поджарить мяско и перекусить. Потому что мы с вами долго не сможем тут ходить, если будем голодные. О, вот у нас еще и коровка есть. Нужно будет эту коровку тоже вот так вот приговорить. Куда ушла коровочка маленькая? Ах, ты ж негодяйка-то какая. Все, мы с вами коровку приговорили и мясушко подсобрали, которое у нее было. Можно будет где-то вот здесь вот еще обшарить. Если найдем деревню, то найдем. Если не найдем тут деревню, то нужно будет, наверное, ребята, либо карту новую создавать, либо все-таки вне этого ролика я постараюсь найти деревню. А когда мы с вами будем играть уже в следующий раз в игрушку Локи Крафт 3, то тогда в деревне этой и начнем выживание. Потому что вот так вот в ролике искать деревню, мне кажется, немножечко скучно. Ладно, друзья, тогда в следующий раз, когда я найду деревню, обратно же начнем выживание в игрушке под названием Локи Крафт 3. Эта игра называется у нас уже с вами Skyland. Итак, давайте мы с вами выбираем все, что только можно. Стандартное выбрали. Это у нас выживание, походу, или же нет? Ну, давайте мы заценим. Да, это у нас выживание, видите? Тут вот на карте у нас есть маленький нубик. Есть у нас тут сундук. В этом сундуке у нас есть лава и два кусочка льда. И есть у нас вот такое вот здоровенное дерево. Короче, что мы с вами будем делать? Конечно же, я сейчас попробую собрать побольше блоков этого, блоков земли. Но нам нужно, наверное, сейчас будет тоже пару блоков дерева собрать для того, чтобы сделать себе хотя бы деревянную лопату. Потому что деревянной лопатой можно будет намного быстрее это все собирать. Или деревянным топором. Не, ну деревянный топор пока не нужен, а вот деревянная лопата нам пригодится. Сейчас я тогда попытаюсь ее скрафтить. Как мне можно ее скрафтить? Итак, мы с вами перетаскиваем сюда древесинку. Добываем мы с вами доски, да? Теперь мы с вами можем сюда вот доски поставить. Добудем мы с вами палочки. Пару штучек. Так, четыре палочки у нас есть. И как теперь мне скрафтить? А, мне нужно, наверное, еще верстак сделать. Давайте мы тогда с вами верстак еще тоже крафтим. И теперь с помощью вот этого верстака. Где он, кстати? Вот он этот верстак. Мы с вами можем уже наконец-таки сделать себе лопату, я так понимаю, да? Вот это у нас блоки, а это у нас уже инструменты пошли. Есть у нас возможность кирку деревянную сделать, но она нам пока не нужна. Нам нужна лопата. Ой, смотрите, мы что-то с вами не можем ничего крафтить другое, кроме кирки. Возможно, кирка у нас тоже будет и собирать землю. Ну, давайте мы попробуем тоже кирку тогда деревянную скрафтить. Собираем все остальные эти вот ресурсы. И смотрим, что мы с вами этой киркой можем делать. Возможно, намного быстрее мы с вами сможем это все разбивать. Ну, верстак довольно-таки быстро разбили. Землю тоже быстро разбиваем. Возможно, как раз-таки с помощью вот этой вот, ребята, кирки, мы с вами будем разбивать вот эти вот блоки земли. Сейчас все полностью эти вот блоки мы с вами соберем. Сделаем такую небольшую площадочку. И потом, друзья, на этой площадке будут у нас находиться, наверное, ступеньки какие-то, чтобы мы с вами собрали листву, которая повыпадает с вот этого дерева. Сейчас я полностью соберу это все. А здесь вот давайте мы с вами поставим блок земли. Все, друзья, теперь просто-напросто собираем еще вот этот вот блок дерева. Древесинку мы с вами всю собрали. Теперь нам нужно просто собрать полностью всю землю. И тут у нас все будет круто и замечательно. Вот эти вот все блоки, которые земли тут пооставались, мы их с вами тоже соберем. Это ничего страшного, что не валяются. Потом в дальнейшем сделаем себе генератор булыжника. И будем с помощью этого булыжника собирать столько камня, сколько захотим. Потом сделаем себе инструменты каменные и все остальное. О, глядите, у нас тут с вами свинюшка заспаунилась. Прикольно, значит, мы с вами можем тут добывать себе мясо, оказывается. Еще блок земли давайте тут вот поставим. А вот эти вот блоки земли, которые вверху находятся, мы с вами пособираем. Неплохо. Только начали тут выживание, у нас уже есть с вами блоки земли, у нас тут есть древесинка и есть уже даже одна свинюшка. Мы с вами эту свинюшку можем приговорить? Или же не сможем? Давайте мы вот так вот ее попробуем уничтожить. Эту вот маленькую свинюшку. О, все, мы ее с вами уничтожили. И то мясо, которое у нее было, мы с вами тоже скушали. Так, нам, наверное, нужно с вами будет как-то постараться разбить еще вот эти вот блоки листвы, что ли. О, немножечко они там я поставил. Давайте мы реально, наверное, разобьем блоки листвы, посмотрим, если тут саженцы с них будут выпадать. Потом эти саженцы мы используем для того, чтобы можно было нам что-то, ребята, с вами посадить. Какой-то новый саженец дерева. Сейчас полностью это все разбиваем. О, вот один саженец дуба есть. Это все, друзья. У нас с вами, значит, 100% будет древесинка. Сейчас, я надеюсь, еще хотя бы один саженец мы с вами сможем тут добыть. Нет, к сожалению, больше саженцев что-то не выпадает, но это ничего страшного. Самое главное, что хотя бы один саженец да есть. Мы потом с вами древесинки себе столько разведем, сколько захотим. Вот такое вот у нас выживание в игрушке под названием Skyland. Если тоже нравится вам, ставьте, пожалуйста, лайк. Ну, а эта игрушка называется Jelly Shift. Это новая игра. Я в нее поиграл один единственный раз для того, чтобы просто разобраться, что нужно делать. У нас есть вот такая вот маленькая желейка. И мы с вами должны эту желейку либо растягивать, либо должны ее вот так вот, ну, короче, растягивать либо вверх, либо вниз. И она должна вот эти вот все препятствия проходить и собирать монетки. Чем больше монеток собирает, тем лучше. Вот этот уровень мы с вами прошли на две звездочки. Видите, две монетки нам подарили. И также еще и кристалликов каких-то тоже подогнали. Потом в дальнейшем за эти кристаллики мы с вами можем покупать новые желейки. Видите, желатинки. Каждая новая желатинка будет у нас стоить кристаллики. И чтобы открыть вторую, мне нужно 150 кристалликов насобирать. Это у нас что такое? А это у нас миры. Кстати, мы с вами эти миры потом, наверное, тоже сможем проходить. Но для начала нужно хотя бы этот первый мир пройти. Давайте сейчас мы с вами побольше еще кристалликов подсобираем. Ух, неплохо мы с вами набрали этих кристалликов. Двигаемся еще до... А, это бонусный уровень. Вот оно что, друзья. Это у нас был с вами бонусный уровень. Сейчас мы с вами побольше и соберем этих вот кристалликов по максимуму. Короче, давайте быстрее вот так вот. Хорошо. Сколько мы нам с вами за этот уровень заплатили? 58 кристалликов. Видите, из 60 мы с вами собрали 58. Неплохо. Давайте попробуем насобирать 150 этих вот гемасиковых кристалликов и открыть новую желейку. Вообще посмотрим, какие они тут бывают. Погнали дальше. Сейчас дальше, дальше продвигаемся. Главное нам тут не падать. Наша желейка пока вроде проходит все препятствия. Обратно раздуваемся, чтобы не падать. И теперь вверх поднимаем нашу маленькую с вами желейку. Разбиваем все, что только можно было. Опять разбиваем все, что только можно было. И продвигаемся еще вперед. Кстати, этот уровень мы с вами, наверное, уже пройдем не на 2 звезды, а на 1. А, на 3! Даже на 3 звезды прошли. Ничего себе, прикольно. И у нас есть с вами возможность 1 шар, короче, выбрать. А, не 1 шар. У нас с вами есть возможность открыть 3 шарика. И еще кристалликов подзаработали. И у нас уже 194 кристалликов. И это означает, что у нас есть возможность прикупить новую желатинку. Давайте мы с вами рандомно 1 желатинку откроем. А, нет, это 150 кристалликов. Если мы с вами будем рекламу смотреть. Если рекламу не смотрим, тогда аж 500 кристалликов нам нужно заработать. Понятно. Короче, наверное, сегодня мы еще с вами желатинку ни одну не откроем. Нужно будет нам хотя бы с вами кристалликов побольше заработать. И уже когда будем играть в эту игрушку в следующий раз, тогда у нас уже будет побольше кристалликов. Я думаю, что можно будет все тогда и пооткрывать Но пока что придется играть за нашу маленькую Вот эту вот самую первую желатинку, которую рандомно В самом начале дается нам В этой игре, ну что же, хорошо Уровень у нас обратно очередной пройден Это шестой уровень, давайте еще один тоже пройдем И приступим к следующей игре Тут у нас что-нибудь поменялось? Нет, ничего, к сожалению, не поменялось Мы сейчас с вами постараемся еще дальше продвинуться Ой, я упал вниз, жесть, просто жесть Немножечко не так сделал, как нужно было Нам нужно было вот так вот раздвинуться И теперь опять вот так вот раздвигаться Когда мы с вами проходим препятствия, нужно Раздвигаться вниз А когда мы с вами проходим вот эти вот Калитки, то нужно наоборот нам, ребята Становиться длинными Здесь какая-то ульта, по-моему, активировалась Потому что мы с вами абсолютно все препятствия прошли И вторую звездочку тоже получили Ну а теперь давайте поиграем в игрушку Scary Teacher 3D Миссия стартом У нашей Scary Teacher, у нашей Мести День рождения, мы с вами должны это день рождения испортить Для начала нам нужно будет зайти Для начала нужно глянуть, или дверка открытая А дверка открытая, никаких тут замков нету Хорошо, значит заходим мы сейчас в гараж В этом гараже нам нужно будет найти Этот... Сейчас я вам покажу Петарду Вот она, кстати, видите, по свече Это вот петарда Берем мы с вами ее И теперь заходим внутрь Внутрь домика нам нужно будет зайти И подложить вместо свечи Петарду вот эту, вот эту ракету Пока Мести отошла Заходим внутрь Открываем дверки И продвигаемся сюда вот вперед Вот у нас тут тортик Мы с вами должны сюда вот поставить Свечу Вместо... Вернее, петарду вместо свечи Теперь берем вот эту вот синенькую ленточку И синие ленточки должны мы с вами это все Вот так вот красиво украсить Все, Мести теперь 100% не узнает Что мы с вами подложили ей петарду Но она увидела, как мы выбегаем из дому Все, она увидела, как мы выбегали из дому Но нас не догнала И сейчас вот она будет этот торт поджигать Так, поджигает она спичку Загорается у нас эта петарда Которую мы подложили И произошел у нас взрыв, ребята Все, что хотели, все сделали Эту миссию мы с вами тоже прошли Давно не играли в игрушку стакбол Поэтому я решил сегодня в нее немножечко поиграть Что у нас тут есть? Есть у нас тут вот различные такие вот блоки Черные блоки мы с вами разбивать не можем А желтые, белые, красные, синие Все остальные разбивать, конечно же, можем И нам нужно, чтобы вот этот вот шарик Добрался сверху до низу По максимуму Здесь мы с вами можем выбирать шарики Которые уже открыты Итак, у нас открыт простой шарик Квадратик Вот этот вот мяч Типа кость Смайлик И вот такая вот бомбочка Все остальное пока что у нас закрыто Но вот, к примеру, можем мы с вами поиграть За вот такую вот прикольную бомбочку Сейчас мы с вами постараемся еще дальше пройти Проходим, проходим, проходим И видите, когда наша бомбочка загорается Она разбивает абсолютно все блоки Сейчас я еще разочек попробую это все провернуть Нет, не получилось пока нам нормально подняться Да блин, что-то не получается, ребят Давно не играли в эту игрушку Раньше я просто с первого раза все эти уровни проходил А сейчас что-то немножечко подзабыл А вот, смотрите, все разбиваем, разбиваем И последний вот этот вот блок все-таки нас остановил Да что ж ты будешь делать? Видите, тут у нас различные блоки Бывают желтые, красные, синие, зеленые Все разбиваем, помимо черных Черные нам с вами трогать ни по коим образом нельзя Сейчас тогда мы с вами еще разобьем Пару этих вот блоков Хорошо, где-то до половины мы уже с вами, видите, дошли И ульта моя активировалась Сейчас мы с вами уже дойдем Да, наконец-таки этот уровень пройден Хорошо, двигаемся дальше Здесь у нас уже оранжевые блоки Тоже нужно их будет разбивать Так, тут нам нужно будет с этой стороны уже разбить пару блоков И сейчас где-то ульта наша должна будет подняться Да, все, ульта наша поднялась И мы с вами, блин, последних два остановила Ааа, жесть, просто жесть Вроде все уровни проходишь-проходишь Попадутся два каких-то блока, которые тебя останавливают Прям в самым-самым конце уже Все, ульта тоже активировалась Сейчас мы с вами постараемся пройти их Да, все, наконец-таки 26 уровень у нас тоже пройден Давайте мы сейчас с вами обратно поменяем себе какой-то новый шарик Давайте возьмем, к примеру, вот этот вот смайлик За смайлик поиграем Видите, он когда прыгает, у него вот такие вот желтенькие кляксы от него отстают Сейчас двигаемся дальше О, ульта активировалась Так, ребята, а тут будет сложно, видите Но мы с вами... Блин, практически прошел Чуть-чуточку промазал Короче, если бы не промазал, то все было бы отлично Сейчас еще пару блоков мы с вами разбиваем О, давай-давай-давай-давай Блин, осталось пару штук И опять же я на них остановился Но все равно 27 уровень тоже пройден Еще продвигаемся дальше Тут у нас есть возможность обратно же ульту зарядить нашу Ёлки-маталки О, все, зарядили мы с вами ульту Разбиваем абсолютно все И 27 уровень тоже прошли Самое основное, что тут нужно сделать, это как раз-таки зарядить ульту Как только ульта наша вот эта вот заряжается Можно разбивать абсолютно все блоки Какие только ты хочешь Ой, к сожалению, у нас тут, ребята, немножечко Пошло не так все, как хотелось Видите, часть мы с вами разбили Вот этих вот спиралек А часть все-таки остались Нам нужно еще салатовых немножечко спиралек поразбивать И сейчас с той стороны тоже еще салатовый разобьем спиралечки О, хорошо, этот уровень тоже пройден Давайте еще выберем какой-то другой смайлик К примеру, вот эту вот косточку И еще один уровень тоже пройдем Если игрушечка нравится эта Голосуйте за нее, ребята, в комментариях И кто еще не поставил лайк Обязательно ставьте лайк Мы с вами практически уже обратно неплохо начали Тут нам нужно еще пару блоков разбить Спиралек Ииииии Да что ж ты будешь делать? Как же нам этот уровень пройти? Не получается как раз-таки зарядить нам нашу эту спиральку Вот мы с вами зарядили и 30 уровень прошли Ну а сегодня, друзья, поиграли мы с вами 8 прикольных мобильных игрушек Проголосуйте, пожалуйста, в комментариях за ту игру, которая нравится вам больше всего Также, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик С вами был, как всегда, Allplay. Всем удачи и всем пока!